Конец года солнечного нашего, всё, мы уже там где-то, уже там. Три чудесных недели зимой отдыхаем, когда в школу не надо идти. И опять же приходится думать всем детям, как время с умом провести. Ах, Рождество! Хорошая мысль была подольше поваляться в постели. О, чуть не забыл. Шлемы. Всё готово. Начнём, пожалуй. Какой-то безболезный шлем для него. Мы ещё в прошлый раз заметили, что он максимально непонятный форум. Да-да-да. О, они опенинг переделали? Да-да-да, под Рождество. Ну, не только шо веселиться. Классно, что они прям полностью перезалены. Мы замедляемся. Ни хрена себе санки. А, ты не санки, это кровать. Что это? Это кровать. Кровать на... Надувная? На санях. Нет, обычная кровать. Посмотри, у них здесь полочка. У него просто как будто надувная. А, ну он как будто на матрасе. Ну да. Это обычная кровать. Как нравится! Задерживается? Как это задерживается? Кэнди с деткой. Рейс бабушки с дедушкой задерживается из-за снежной бури. Нам с папой придётся ждать в аэропорту, пока они не прибудут. Может, несколько часов. Но мне нужна твоя помощь. Стэси сказала, что Маркус сказал, что Джереми сказал, что у него для меня идеальный подарок. Блин, а мы не знаем, кто такой Джереми. Да. Это будет спойлером. Да это не спойлер, но я какой-то парень. Кто может подарить кто угодно. Идеальный подарок значит, что ты понимаешь человека в самом глубоком и заслужащем внимании смысле. Если его подарок идеальный, а мой окажется нет, он будет так обиженный и оскорблён, и будет считать мне бессердечной и глупой, что я перестану ему нравиться. А что, мать должна, что ли, ему подарки выбирать? Ну, помочь. Она, знаете, меня на чем-то напоминает Хельгу из Арнольда. Да, очень похоже. Не сильно, но чуть-чуть. Такая тоже истеричная дамочка. О, Кэндис, детка, я не думаю. Бедняжка. Простите, мальчики. А что делают твои братья? Ничего. Что странно. Ага, как отвлечь её. Скорее возвращайтесь, пока. Берегись. Дома. Мы летим слишком быстро. Сейчас этой парочке крышка. За бездельничанье в постели? На вас-то не похоже. Мы думали над тем, как провести день, и чтобы не вылезать из постели слишком рано. Думаю, это можно вычеркнуть из нашего списка. А ну дай сюда. Что это? Номер один. Написать письма Санте. Вы что, начали этот список, когда вам было по три года? Мы каждый год пишем письма Санте Клаусу. А ты разве нет? Письма Санте? Это же для малышей. Она сама пишет. Да, да, да. С 100% до сих пор. Причём ей лет 14. Не, ей лет 15, мне кажется. Сколько? Сколько ей? Санта не только для малышей. Кенди с... Ладно, хорошо. Предположим, что Санта существует. Ну, конечно, существует. Этому было куча свидетельств. Орикон 1978. Северный. Это же этот фейк с белым... Ой, как его? С Йети. Ты не видела эту запись? Нет. Они взяли, перерисовали. А вот это лохнесское чудовище. А, типа, они что, переделали под... Под Деда Мороза. 1954. Так называемый Санта Лик найден... А это что? Это заключение. Это какое-то то ли божество, то ли какие-то эти... Для человека, который любит эту крамольную херню, это просто подарок. В Стамбуле в 1912-м... Давай ещё. Санта один из наших величайших героев. Он столько всего успевает за один день. Представь. Облететь весь мир, раздавая детям игрушки и подарки за... Одну ночь. Мы с Фербом тоже пытались своё время. Но это... Это другое. Мы тоже пытались своё время. Опять же, предположим, что Санта Клаус существует. Он с этим справится. Самое сложное узнать, что дарить людям, когда они не пишут тебе письма, указывая, что они больше всего хотят. И под людьми я имею в виду Джереми, а под тебе я имею в виду мне, а под... Нет остальное буквально. Я уверен, что Джереми получил бы именно то, что хочет, если бы написал письмо Санте. Письма Санте? Ха-ха-ха! Ну и малышня! Нас унизили? Стой, точно! Я уговорю Джереми написать письмо Санте, чтобы я могла взглянуть тайком и узнать, чего он хочет прямо из первых уст. И под устами я имею в виду ручку, а под первыми я имею в виду Джереми. И да, я всё. Или спроси его прямо, чего он хочет, чтобы избежать необязательных сложностей. Иногда ты такой ребёнок. Знаешь, Ферб, только приятного звучат, но вещей Санта делает для нас и никогда не просит ничего взамен. Стой, придумал. Ферб, ты думаешь о том же, о чём и я? Как обычно мы... Оу, оу, боже! Нет, я думал совершенно не об этом. Оу, чувак! О, да, об этом. Я вызываю... Интересно, что там было. Блин, а ну-ка. Подмогу, а ты подумай, где Перри. Привет! Зима и такая. Идём за мной. Идём за мной. Его сейчас собьют. Снегвика собьют. О, щет! А, агент Пи, вот вы где! С Рождеством! Я не знаю, корпоратив. Да, типа вот. Зима — это кайф. Идём за мной. Время секретного Санты. Агент Пи, а это вам. Оу, Рождество Села Тосканского? Вам повезло, агент Пи. У вашего секретного Санты изысканный вкус. Кошмар, Карл. Это же должен был быть секретный Санта. Что? Это не я ему купил. Ха, ну конечно. Нет, правда, не я. Чем больше припираешься, тем яснее, что это сделал ты. Ладно, думайте как хотите, всё равно. Ха, ладно, Скрутш. Мы поняли. О-оу, о-оу, о-оу. О-оу, простите, агент Пи. Похоже, зло вообще никогда не отдыхает. Обратите внимание на экран. Доброе утро, агент Пи. Один мудрец как-то сказал, Слово вообще не знает отдыха. Мы не знаем, что задумал фукел Шмерц, но он злой. Сейчас Рождество, и злые люди не любят Рождество. Это клише. Печальное клише. Удачи, агент Пи. И с Рождеством. Карл, хватит снимать свой зад. Снимай мой. Вечеринка. Алло. С наступающим Рождеством, мой юный барабанщик. Привет, Кэндис. Вообще-то я играю не на ударных, а на гитаре. Я знаю, глупенький. Ну, что делаешь? А, да вот проснулся, а ты? Я подумала, что сейчас самое время приведу к Рождеству, как в детстве, когда мы писали письма Санте. А ну, убери ты барахлот, мы в окна. Прости, что ты говорил? Писать письма Санта-Клаусу. Письма! Отличная мысль. Давай встретимся, напишем письма Санте. Только постарайся не выходить за разумные ценовые рамки. Ради фана. Я скоро буду. Кэндис, это не один из тех случаев. Он ничего не подозревает. Надеюсь, сработает. Надо же мне узнать. Что хочет он, не знаю я, поверь. Применили боющую варель. Что подарить ему он на руках. Не он на руках. Я Кэндис. Я никогда не знаю, что дарить людям. Я такая... Если честно, я тоже. Я никогда не угадываю. Никогда. Я всегда дарю херню. Я все такие... Делаю вид, что им нравится. Особенно он. Подарила. Что? Что? Авиарочки? Ой, не, это был классный подарок. А что? Он попользовался им два раза. Геймпад от него. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Что хочет добрый, мобильный или суперлий. Что хочет он догадаться, я хочу поскорей. Что у меня это на деле. Вот для этого, для этого нужно с друзьями создавать виш-листы. Максимально полезная и удобная штука. Ты просто делаешь не один какой-то подарок, а таких штук сто. И они сами выбирают. И они сами выбирают, что могут тебе зато подарить. А для тебя это все равно будет неожиданностью. Да, потому что ты не знаешь, какое конкретно, но ты точно знаешь, что это то, что тебе нужно. Виш-листы вообще классная штука. из рекламы. Что хочет он. Пусть мой подарок будет лучшим самым. Он сказал идеальный. Что хочет он. Супер! Фаза один завершена. Привет, ребят. Круто! Клёвый клуб! Нет, это не как ты сказал, клёвый клуб. Это уникальный салон для отдыха и релаксации, идеально подходящий для весёлого и полноватого путешественника. зона отдыха для Санты. О, я сразу нельзя было сказать! Достопримечательности, сауна, массажный стол, спутниковое телевидение, тренажёр для выработки молока и печенек, молоко и печеньки, откормочный пункт для оленей и, конечно же, очиститель бороды. Но это только начало... Как это круто! Я хочу туда... Очиститель бороды. Чисто вот в сауну, в телек посмотреть. Я бы... Очиститель бороды очень полезный. Тебе нужен, кстати. Алла! Вы писали письма Санте, прося его о подарках. Да! Письма Санте! Вы всегда получали те подарки, что вы хотели? Вообще что? Да! Конечно! А вы когда-нибудь благодарили за это Санту? Ну, нет, ну... Никто же не говорил! Нет! Что ж, пора кому-нибудь сделать что-нибудь классное для Санта, чтобы показать ему, как мы ценим все, что он для нас делает. Поэтому мы превратим весь Денвилл в гигантскую, мерцающую, благодарственную открытку для Санта Клауса. Ого! То есть ты хочешь сказать, что это... не клуб? А, Периут Конос! У меня для тебя подарок! И под подарком не иметь в виду ловушка! О, смотри, какой ты нарядный! Стой, стой, погоди! И куропатка на Пери! Утконосе? Так, Периут Конос! Трепещи! Непослушенатар! Тогда и активировать его! Нектар непослушности в этих гигантских цилиндрах! Создать огромную заряженную тучу чистого непослушания! Когда Санта посмотрел свой список, а то и не раз все жители Трештати оказаться непослушными, а не хорошими. Нехороший значит нет Санты, значит нет Рождества! Как это обидно! Вот ты весь год хороший мальчик, ты в списке хорошеньких, и наканун, допустим, бабушка там приготовила, и ты у нее просто забрал там, что она готовит, пирожок, допустим. Он ударил тебя по руке и сказал не трогай, ты на Новый Год! Только это же не считается! Это считается! Это считается! Тогда я никогда не была хорошенькой или наоборот! Вот допустим Санте наливают молочко и печенье, а ты весь год хорошо себя вел, копил деньги, отдавал их родителям, есть хочешь невозможно за весь год взял, отпил молока и съел печенье, и сам Санта тебя уже вычеркивает! Есть лишь одно крохотное пятнышко на мой воистину идеальный план! У меня нет никаких претензий к Рождеству, нет никаких трагичных связанных с праздником истории из моего прошлого! Мне нравится Рождество, оно не быть классным, но не быть и ужасным! Понимаешь, в отличие от остальных злобных ученых, я не ненавидеть Рождество, полно других праздников, которые я не выносить! Например... Стой, стой, погоди, минутку, сейчас я... Это мы сейчас сегодня! Например... День Святого Лечины это пытка для меня, День Греба Наслаждения это полная фигня, Хэллоуин кошмаре, но признаться я хочу, мне приятно Рождество! Я не то, чтобы люблю его, мне это не грозит, злые развлечения и мой фирменный культит. Всякий праздник вызывает разражение у меня, но мне приятно Рождество! Чувства и противоречия меня на части раздирают! Я не могу испортить Рождество, и это очень сильно, очень сильно напрягает! Скоро и сообщество ученых меня могут исключить, но не могу найти причину Рождество, чтобы не любить, оно настолько субъективно, чтобы его уничтожать, и мне приятно Рождество! Ненавижу вредных кошек, ненавижу я щенков, ненавижу я закат, ненавижу соловьев, ненавижу все на свете, но скажите, почему Рождество мне так приятно? И хотя все мое детство Рождество мне было хуже всех, не могу я Рождество разрушить, потому что это грех! Сколько ему лет? Это что за семья? Они выглядят, как викинг. Они выглядят, да, как северные люди, причем лет... У них семантическая фотосессия. А, ладно, хорошо. Фотосалон. Кто со мной не так? Как мне доказать, что я великий, злобный гений? Своим приятным чувством не найду я объяснений. Мы все светлые, как мыши, внутри меня грызут, но мне приятно Рождество! А какого черта? Девочки! Нет, ну правда! Мне приятно Рождество! Да! У меня ужасная жгучая безразличия! Я даже не сам создать... Слушай, ну это прикольно. Это прикольно, что обычно карикатурный злодей всегда хочет испортить абсолютно все праздники. Да, потому что у меня какая-то драма за спиной с Рождеством, его там мне накормили или что-нибудь такое, или там Санта мне принес подарок, и он такой, я уничтожу Рождество. Просто отпил молока. Не послушай, Натар, потому что я совершенно непостижимым образом просто плевать хотел! Эти схемы мне прислать из Барнео, где говорят, скрываться мой дядя Джастин. Это, конечно, очень милый подарок. Ну как я уничтожить Рождество? Бездолжная причина! Похоже, у меня нет выбора. Как сидеть и придумывать повод? Ну что ж, друзья, спасибо всем за помощь. Хватайте украшения и покажем, как мы благодарны. Мы ёлку украсим звёздочкой, смотри, как красиво. Повсюду сверкают лампочки, уютно и мило. Запах Рождества в округ По всей планете он плывёт, Пусть Рождество на репридёт. Люди, которые работают в этом офисе. О, когда окна заклеились. Так всё, не работают. Это 31-м. Кто-то всё равно работает? Ну никто не работает. Главное. Все работают в одноэтажных зданиях. Спайдермен. Пусть Рождества в округ. Пусть Рождества в округ. По всей планете он плывёт, Пусть Рождество в скаре перейдёт. Волшебный яркий... Не знаю, что мне нравится финицифер за масштаб. Каждая серия это какой-то космический огромный проект. И он как космически неожиданно появляется, так же космически неожиданно исчезает. Сто процентов. И просто такой, хопа, было чудо. И пропал. Блин, крутяк. Это правда красиво. Причём все взрослые, все такие, да-да, давай весь город переделан. Давай, почему бы. Ой, нет. Не напишет Санте письмо, да-да, с дапаха Рождества кругом, что вижу, то и пою я, да. Привет, мой красноносый олень. Готов писать письма Санте? Привет. Минутку, Кэндис. Я немного занят. Я тут подумал, может, ты поможешь мне закончить наряжать ёлку? Сначала. Нет, будет поздно. Магазины закроются. И под магазинами я имею в виду почту, а под покупать подарки я имею в виду отправить письма. Ты не говорила покупать подарки? О, хорошо, чуть не проговорилась. Эй, народ! Подожди, её идея не в том, что реально Санта-Клаус принесёт подарки её другу, а то, что она... Нет, ты не понял, что он написал, она прочитала письмо и знала, что он хочет. И купила ему самый идеальный подарок, потому что по слухам каким-то он, ну, приготовил ей самый идеальный подарок. Тринька-фигня какая-то. Прибыла доставка украшений. Мишура! Что? Стой! Вернись письма! Нужно срочно их написать! Я уже облизнула марку! Знаешь, единственное, чего я хочу от Рождества, это возможность его ненавидеть. Я слишком о многом прошу. Хм, ты кого-то ждать? Тебя все мы поздравляем! Тебя все мы поздравляем! Тебя все мы поздравляем! Счастливого, Рождества! О, да! Нельзя ненавидеть Рождество, когда слышишь такое! Ла-ля-ля-ля-ля-ля! Неси нам свинячий пудинг! Можно было бы сказать, пожалуйста, но это не важно, ладно, свинячий пудинг! Не уйдём, мы пока не дашь нам! Не уйдём, мы пока не дашь! Это что, бездомные? Не знаю. Похоже на бездомных. Они поют... Они поют за еду. Мы так делали с тобой, помнишь? Не уйти? Что, вы мне угрожать? Так, вы смеете? Никто не вламываться ко мне в дом и не требует десерт! Кто это вообще придумает, вламываться в первый попавшийся дом и в форме песни «Отказываться уйти», пока не получить блюдо, которое никто не готовит в шестнадцатый век? Что ж, раз такое дело, у меня есть повод нажать эту кнопку. Прощай, Рождество! Теперь ты фиолист на витруб для меня! Ха-ха! Видать? Это было по-испански! Что, миксер, что ли? Иди с кого! Ха-ха-ха! Но до этого сезона не послушание! Можно мне хотя бы содовой? Это точно бездомные? Может быть. Сериальная такая культура, да? То есть, ты как на Хэллоуин просишь сладости или взамен предлагаешь пакости, только здесь за чудесные вокальные данные ты просишь немножечко рождественского пирога. Типа того. Я первый раз такое вижу. Я тоже. Но это чем-то напоминает Коляду. Коляда? Да. Что это такое? Ты что, не знаешь, что такое Коляда? Нет. Это... Как тебе объяснить? Это что-то вроде Хэллоуина? Ну, это как просить конфетки на Хэллоуин. Да, да, да. Ну да. Только это русское, да, что-то? Ну, да, славянское. Ну, что у нас тут? У, вот незадача. Эй, Блейн. О, что это у тебя? А, список последних непослушников. Как им не стыдно. Дети, каждый год становится все хуже. Эти неблагодарные. Пойду посижу в темноте, побормочу сам с собой. Он не всегда был таким. Вообще-то, он любил детей. Вообще-то, он был в самом центре событий. Делал игрушки. Вообще-то, он был самым быстрым и лучшим делателем игрушек. Вообще-то, его звали Клюинг. Самый быстрый и лучший делатель игрушек. Хотя его все называют просто Клюинг, что также его обычное имя. Так что его прозвище вопрос спорный. Вообще-то... Постарайся боять первого попавшегося человека. Так заводят друзей. Бедный. Я обожаю эти отсылки. Если я правильно угадал, это отсылка на Кови. Ой, не на Кови. Дэйл Корнеки. Он на Кови. Я тоже не пойду на эти семинары. Короче, малявки, ваши жалкие попытки отблагодарить Санта-Клауса мешают моим жалким попыткам заставить Джереми написать письмо Санта-Клаусу. Так почему бы вам... Эй, что это с небом? Вау, мне кажется, или небо и правда стало темным и зловещим, как будто предвещает события, которые окажут негативное влияние на наши жизни. Что это за... Может, тебе больше... Киндис классный, вообще, просто... Это какой-то... ...чем твоим друзьям. Но, но... Ага. Санта думает, что все жители Дэнвилла непослушные? Этого не может быть! Но... О, кто его знает! Но иногда мы делаем непослушные вещи, даже не догадываясь, что они непослушны. Иногда у нас на них уходит целое лето! О, прикольная мысль. Ты никогда... Потому что критерии, по которым оценивают твое поведение, максимально непрозрачны. Как понять, послушный ты или непослушный? Возможно, в локальном моменте, когда ты маму не послушался, ты непослушный, но в контексте своей личной жизни ты слушаешь себя и делаешь себе добро, ты понимаешь? Смотри, от каких точек координат ты непослушный? А если твоя мать психичка? Вот такой вариант. Сумасшедшая мать, которая говорит... Иди! Ешь наших мышей! А ты их не слушаешь. Ну, это сын, мать свою. Все? Ты в плохом списке. Это вообще, это очень сложная схема. Мне кажется, поэтому Санта и уволился. Раньше он действительно существовал, но когда появились вот эти философские вопросы и непонятно, куда направлять волю, как вообще ее интерпретировать, что хорошо, что плохо, он, я так понимаю, ушел с поста. Неужели правда? О, нет! То есть, как же... Что же, наверное... Возможно... Возможно... С вами Гордон, как и Готэм, из торгового центра Гуглплекс. Здесь, в центре Денвилла. Дух Рождества просто испарился, как только Санта-Клаус поставил жирную печать непослушной поверх некогда милого городка. Это был кошмарный сон! Рождество не отменили! Финнис, сколько бы раз ты не пытался это сделать, ничего не получится. Если бы я так... Класс. Поздно не вылез бы из постели, я бы не сделал того, что Санта счел непослушным. И что, ты останешься здесь до конца жизни? Почему нет? Да потому что магазин закрывается через 20 минут. Не понимаю, чего все так волнуются? У меня своя система. Вот им можно лежать, да? Скажите название магазина, мебели, в котором можно лечь на кровать. Так в Икее можно. Можно? Да. Все это... Можно было? Мне кажется, да, почему нет? Нельзя, там стойки были написаны. Не ложитесь на кровати, не садитесь на диван, не ешьте из этих мисок, не трогайте медведь. Ну вот везде я встречал тебя, нельзя-нельзя-нельзя-нельзя. Может быть. Ты весь год ведешь себя так, как хочешь, а перед самым Рождеством совершаешь один бескорыстный добрый поступок, и Санта очистит список твоих пакостей. Вот тоже вопрос, да? Хотя, как там, там по процессу... Мне кажется, у Санты какой-то... Своя мораль. Мне кажется, там не своя мораль, там просто коэффициент. Процентное соотношение. Да, процентное соотношение хороших и плохих, поэтому так не работает. Или по достоянию. Возможно, ты спас бабушку от смерти, и это всего лишь... Это перекрывает все твои... То есть, значимость. Нет, бабушку от смерти, это один процент. Да, я думала, это перекрывает, если ты спасаешь чью-то жизнь, то все твои плохие дела аннулируются. Ладно. Всегда срабатывает. Правда? Значит, мое рождественское желание еще может исполниться? Возможно. И ты не спросишь, какое мне рождественское желание? Нет, я захочу стукнуть тебя, а это противоречит моему доброму поступку. А я хочу всего один нежный рождественский поцелуй под Амеллой. Я сваливаю! Нет! Это смешно. Тебя от красивой девочки! И можешь... Эти уточнения надо заводить до... Заранее. И стыд тебе! Не уйдем мы, пока не дашь нам, не уйдем мы... А там градус постепенно накаляется, просто жесть. Вы что, не видеть? Что там происходить? Игра охотится! Ваш план провалится! Нет никакой пудинг, нет никакой Рождество! Можете все идти домой! Традиция какова? Да! Давайте, друзья, споем сейчас же Рождество Беки! Ты должен забыть меня, Джош! Я не поняла. Ты его бывшая. Ну, я не поняла шутки. Ну, давайте, споем. Он пропёгивает эту идею. Ну, я поняла, почему-то очень смешно. Да, мне пора домой. Сьюзи расстроена, что Санты не будет. Стой, нет! Мы должны успеть и сделать последние покупки! Кэндис, скажи, что с тобой? Я не умею читать мысли. Нет, можешь! В этом-то и проблема. Я не понимаю. Чего ты от меня хочешь? О, ну, конечно! Как будто ты сам не знаешь. Вопрос в том, что ты хочешь от меня. Я хочу, чтобы ты сказала, чего ты хочешь. Ладно, я хочу, чтобы ты сказал, чего ты хочешь. Я ничего не хочу. Ничего? Конечно! Твой ты идеальный, а у меня ничего нет. Ты хочешь, чтобы я выглядела чудовищем? Кэндис, ты сама не понимаешь, что говоришь. Просто я думала, что ты супер, Джереми. Поэтому я не понимаю, почему ты не хочешь, чтобы я чувствовала себя так же. Кэндис, я думал, ты меня знаешь лучше. Слушай, мне пора домой. Ой. Нет! Но что я сделала не так? В чём мы оказались недостаточно послушны. Как мы пропустили мелкие гадости следы. Не нужны нам ни конфеты, ни пряники, ни сушки. Мой мозг закипает, как избежать нам беды. Есть писак у тебя, ты читал его не раз. Но так проверь его вновь и поверь, не так ушло в каждый из нас. Все, кроме Бьюфорда. Ведь у него эта теория искупления грехов в последний момент. Она сработает, вот увидишь. Что пошло не так? Скажи мне, что пошло не так? Где мы ошиблись? Кто объяснит это мне? Что пошло не так? Нет. Знаете что? Я с этим не смирюсь. Я знаю Денвилл, и Денвилл не непослушный. Мы должны доставить сообщение на Северный полю, чтобы они узнали, что здесь какая-то ошибка. Но как мы это сделаем? Да, они даже не отвечают на наши письма. Стойте. У меня идея. Ферб, я знаю, чем ещё мы сегодня займёмся. Северный полюс? Что ж, жаль тебя расстраивать, но наша вышка не передаёт дальше Денвилла. У нас просто нет мощного передатчика. Оставьте это нам. Денвилл за хорошесть или Санта тебе жалко, что ли? Говорят, мы хулиганы. Нам слышать это очень странно. Здесь какая-то ошибка, это очевидно, друзья. Если ты сейчас на Санта слышишь, хотим и тебе сказать. Мы исправим все ошибки И Рождество придёт опять Я думал, он сейчас скажет Мы исправим все ошибки Последний момент опять Нихреная себе И уйдём мы пока не дошли Я тут не ненавидеть меня, но я пойти на кухню взять миндальных леденцов. Обожаю их. И оказаться, что у меня всё же есть свиной пудинг. Довольно много даже. Похоже, что всё это разрешится довольно просто. Мне ужасно неловко, что я раздуть из мухи слона. Короче, вот свинячий пудинг. Идём, друзья. Наша работа тут завершена. Всем пока. Спасибо за злобный повод для уничтожения Рождества. Хотя бы повеселились. А каковы шансы, что кто-нибудь на Северном полисе это увидит? Привет, привет, привет. Я бы сказал приличные. Ну и что у вас тут с Денвиллом, а? Что это? Рождество Сэла Тосканского? Класс! Какой прекрасный способ насладиться последними часами и перед тем, как Рождество официально не наступить. С Рождеством всех я поздравляю, с Рождеством всех поздравляю. У меня штурашки похожи. С Рождеством всех я поздравляю, вам чай. Так что вот что случилось. Может, это была ошибка? Весь город разом стал непослушным. Я таков еще не видел. А? О, привет, Кэндис. Тут два сантовских эльфа. Это что, шутка? Блейн Клюэнд. Это моя сестра. А, да, Кэндис Флинн. Вы знаете, кто я? Нет, ничего хорошего. Они хотят узнать, почему Денвилл был помечен как непослушный. Ну, может, все как-то плохо себя вели? Нет, так не бывает. Все плохо себя ведут время от времени, но это не то же самое, что быть плохим человеком. Санта очень великодушный. Все это бабушкины сказки. Что ж, что-то здесь определенно не так. Согласно показаниям, сам город плохо себя ведет. А, подожди. Видишь, тут они... У тебя крошка тут. Говори. Они от качества человека, а не от поступков. То есть, хороший человек может совершить плохой поступок, и он получит подарок. А плохой человек, совершивший хороший поступок... А как определять, хороший или плохой человек? По сумме... О, опять же... Поступками. Опять же, все субъективно. Замкнутый круг. Угу. О-оу! 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 Агент Пи! Оказалось, что Карл обманывал, что купил вам тот диск Села Тосканского. Я и не говорил, что это я его купил. Тише, Карл! Вы и так уже тут дело натворили. Ваш так называемый секретный Санта, видимо, как-то проник в агентство. И пока мы с этим не разберемся, ни в коем случае не включайте это Д-И-С-К. ПИСАТИН. Да это целый тысканский хорош! Сделаю я также... ...карльки рейки. Длица. Для чего, Рождество, не уничтожить его?! ДАЖЕ НЕ ПОСЛУЩЕ НА ТАХОМ! Что за Mark?! Как он... Ясно. Значит, у нас будет Рождество. Мне все равно. Будь проклята моя всепоглощающая апатия к Рождеству! О kans! О… это безнадежно. я никогда не получу свой особый рождественский поцелуй а я никогда не получу свой один добрый поступок но ты есть какое-то рождественское желание которое ты боишься что не исполнится не празднуем рождество на меня ждет клевая ханука 8 но вообще стоило догадаться да как это мило то есть я с вами ребят жаль рождество бросьте ребят мы что правда похожи на плохих детей нет вы все хорошие дети да я знал что сердце подскажет вам путь к истине прибор внезапно показал что вы все хорошие да хороший хороший повсюду везде хорошие кроме него прости это здорово сказать санте рождество вернется да не все так просто санта уже уехал эльфы загрузили его сами и проложили маршрут уже поздно санта не приедет дендель уже поздно санта не приедет дендель по моему это нечестно и что же ты будешь делать я он да он ты видел его досье ферб я знаю чем еще мы сегодня займемся они будут разносить подарки как когда-то планировали но у них рождество кто с нами видимо я тоже классно что сестра друзья не буду вам врать это будет трудно но неудачи быть не может кенди следит за тем кто какой подарок получает блэйд и клюэн готовят подарки изабелла и бьюфорд заворачивают балжет кладет подарки в рождественскую пушку управляемую фербом есть вопросы да ты уверен что это точно не клуб да уверен держитесь народ поехали облака слишком густые ничего не вижу что случилось гирляндами все так расстроились что наверное забыли про них я с этим разберусь только спустите меня удачи бьюфорд ну ладно бьюфорд это твой шанс хорошо кто первый в списке это бьюфорд но тут сказано что он непослушный берегись рождество будет рождество будет включайте свет вот и искупление слышали рождество будет давайте включим давайте чего мы ждем что он просим чтобы его друзья считали его хорошим спасибо санты это увидел ну чтож давайте друзья на огонь а он же нашу проложен он не будет останавливаться будет пролетать на время они любили и астралии побежали гулять скорей мы искупаемся от сияния миллиона разноцветных огней нам надо все успеть пока темно ловим на вене волшебной ночи и потеплее воришки на день звучит пусть гримит колокольчик я бываю как снеговик попавший под дорожный котов но сегодня я словно король убедим в этом всех кругом рождество началось отлично друзья осталось всего пару кварталов нужно поспешить чтобы успеть к рождеству так следующий джереми джонсон поверить не могу он хочет его можно пропустить я ему уже купила что он просил мы пролетаем последний дом запускай подарок венди стингл хоппер она просила очень большую шляпу так красивая девочка из горных математики я знаю что должен сделать ради поцелуя осторожны балджи почти балджит прощайся друзья эй было весело балджит привет венди никто не заказывал большую шляпу ааааа моя шляпа ой как мне тебя отблагодарить смотри это амела шур до скорого ладно да-да с У-у-у! Ха-ха-ха! Понять! Подплатить мне тоже монетой, да? О, ну, конечно, птичка! Это даже не складно! Куропатка на злобном ученом! Никакой игры слов! Это не остроумно! Ты не остроумный! О, ненавидеть Рождество! Да! Я ненавидеть Рождество! У-ху! Это самое лучшее Рождество! Же-хе-хе-хе! У-ху! Ура! Да! Отлично! Отличная стрельба, Ферк! Молодцы! Если позволите, я должна видеть Джереми! Отличная работа, друзья! Только не пугайся! Но наш дом горит! Это не пожар! Это пар! Идем! Глаза на двери! Санта! Эй, сэр! Что вы здесь делаете? Отведывал Швиц! Там они же сделали на крыше спаты! Марта, что доктор прописал? Мы думали, вы не приедете в Денвилл! И пропустите эту клёвую зону отдыха, которую вы для меня сделали! Хо-хо-хо! Ни за что! Спасибо, что разобрались с Денвиллом за меня! Вы знали? Да, конечно, знал! Я же Санта-Клаус! О, ну и бардак! Будь проклят, Сэл Тусканский! Что ж, наверное, надо позвонить дяде Джастину и поблагодарить его за подарок! Алло, оператор, соединить меня с городом! Борнео! Я думать, он в Борнео! Стоп! А где это Борнео? Северный полюс? Минуточку! Из букв Сэл Тусканский складывается Санта-Клаус! Если отбросить пару букв... Так, где эта фотка? Сэл Тусканский, это Санта-Клаус! Ой, Джереми! Я как раз собиралась к тебе! Это прям сложно было! Привет, Кэндис! Не знаю, о чем я раньше думал, но я хотел вручить тебе подарок! Сережки какие я хотела? Джереми, как ты узнал? Я помню, что они тебе понравились в том журнале! И ты хотела сделать их из своего шикарного ожерелья! Блин, ну я думал, что бы фигня какая-то! А это прям правда очень мило! Они друг друга хорошо знают, они классная пара! Только она его не знает! Вообще-то, у нее был тот же... Она приготовила для него такой подарок! Какой он написал... Какой для него Санта приготовил! Что-то такое, короче! Это так мило! Откуда у тебя столько денег? Продал гитару! О, Джереми! Ты же хотел ее обменять на новую серебряную! Ты знала об этом? Думаю, я знаю тебя так же, как ты меня! Мой сладкий! Вот твой подарок! Серебряная гитара? Но как? Я продала свое ожерелье! Невероятно! Невероятно! С Рождеством! Какие пупсики! Все вышло так, что все получили то, что и хотели! А ты что пожелала, Финнис? Можно я скажу? Мне это понравилось! Ладно! Дорогой Санта! Ты один из моих любимых героев! В этом году на Рождество я всего лишь хочу получить шанс быть как ты! Спасибо! Финнис Флинн! Хо-хо-хо! С Рождеством, Финнис! Ты милосерия! Кстати, отличная работа! Да! Да, было весело! Молодец! Что ж, детки, мне пора отправляться домой! Вы уверены, что вам это не нужно? Нет! Он с тобой замирает! Мы его делали для вас! Отвезу его на Северный полюс и устрою из него клуб! Я знал, что это клуб! Ну да! Спасибо, Плэй! Спасибо, Плэй! С Рождеством! Прощайте! И спасибо! Стой, Санта! Это ведь правда, да? Ты спланировала всё так, чтобы все рождественские желания исполнились! Ну, Санте тоже нужно веселиться! О-хо-хо-хо! Счастливого Рождества! Стойте! Ферб, а ты что попросил? Взгляни на утреннюю газету! Мир во всём мире? Нет-нет, вот тут внизу! Мальчик получает губную гармошку! Эй, клёвая фотка! Мир во всём мире нету! Нет! Эй, деточки! С Рождеством! Бабушка, дедушка, вы долетели! С Рождеством! Я сделала свиной пудинг! В зимний день тепло, уют! Дети по лестнице бегут! Кто-то уже съел печенье! Подъёмку скорей забей! Подарки скорей разверни! Сюрпризы для всех! Одинаковые младеи! Эй, семьи! Что там на крыше? Упряжками звеня олени летают! На всей планете Рождество наступает! О, она этот... Как их зовут-то? Давай-давай-давай-давай! В лагерь ходит для беженых... Как они называются-то? Эти мурундуки... Забыл! Чё? Скауты! Скауты! О, вот это мило! За все, что сделает на нас... Видимо, это... За все, что напишет на нас... Зима, это кайф! Идём за мной! Берегись! Опять! Знаешь, вообще-то не иди за мной! Ох, ещё бы чуть-чуть! Кайф! У-у-у, это, ребят! Очень круто! Я, наверное, 300 раза эту серию сказала! Как мило! Ну, правда, очень милая серия! Правда, очень мило! Невероятно классная! Всё, ладно! Давайте... Довогодний поцелучек! Довогодний поцелучек! Всё! Всё, пока, ребят! Пока!